Hola amigos! Вы на канале Испания наизнанку. Последнее время ситуация в наших странах, ну или родинах, кому как больше нравится, в лучшую сторону, ну, не меняется. И новостями с полей ни капельки не радует. Все больше слышны голоса людей, что надо валить, пора бежать. Даже те, кто раньше и подумать об этом не мог, начинают задуматься о переезде. Ну, чего ж там говорить, ситуация дома и правда позитива не внушает. И вот я хотел поделиться с вами, ну, можно сказать, опытом. Рассказать то, через что пришлось пройти. Как вообще происходит это вот обрезание пуповины и отчаливание в совершенно другое и незнакомое место на ПМЖ. Ну и рассказать ей что? Мы живем здесь уже 8 лет. И, может, послушав того, кто здесь находится, вы сможете лучше осознать, возможно, даже изменить свое решение. Ведь изучить опыт людей, которые прошли весь этот путь, ну, это ведь разумнее, чем просто зажмурив глазки, хвататься за чайник, не зная, горячий он или холодный. И неважно, насколько вы устойчивый человек, любой переезд и не суть в какую страну, в развитую или в отсталую, это все равно стресс. Нет понимания, что вас ждет, какие плюсы, какие минусы и с каким головником вам придется столкнуться. И если сейчас вы находитесь на перепуте, надеюсь, что этот видос поможет вам принять правильное решение. Неважно, какое именно оно будет, оно будет только ваше. Но вот все эти темки с переездами, они ведь не берутся из ничего. Это же, блин, не темная материя какая-то. Нет, конечно, случаются всякие ситуации, вот, не знаю, как проснулся, там, клина словил и все, собрал вещи и уехал. Но, как правило, причины всегда находятся, и они гораздо глубже, и вообще не все так просто в этой жизни. И да, у каждого они свои, но, как показали официальные опросы, свои-то они, конечно, свои. Но уж как-то больно они все друг на друга похожи. Итак, топ-причин переезда за бугор по версии ВЦООМ. Более высокий уровень жизни, ну, там, зарплат, пособий, пенсии. Ну, логично, понятно. Несогласие с политикой властей. Притом, это как внешняя, так и внутренняя политика. Ну, тут с этим тоже, в общем-то, все ясно. Уровень медицины, да и вообще всего того, что связано со здравоохранением. Социальная защищенность. Ну, звучит уж больно как-то официально. Хм, давайте заменим это словом стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Ну, и как следствие, последним пунктом будет, конечно же, желание лучшей жизни для своих детей. В общем, конечно, они могут быть и совсем другими. Но если задуматься, все они будут являться частными случаями одной из перечисленных ВЫ. И, безусловно, у вас на плече будет сидеть такой маленький ВЫ, а может быть и не один, и говорить. Слышь, налево, сидим мы на нашем муравейнике с голой задницей, никого не трогаем, ну, кусают, ну, больно. Ну, ничего страшного, сидели и раньше, и терпели. А смотри кругом, как много холмиков, а вдруг там нет муравейников? Ну, или они, если и есть, ну, может быть, там кусают не так больно, а? Ну, и, конечно, будут те, кто скажет, да куда ты прешь? Слушай, родина, это родина, это не патриотично вот так вот в сложные времена страну свою покидать. На родине ты нужен и востребован, и государство за тебя горой, стеной, щитами. Эээ, за тебя или от тебя? А, неважно. А на чужбине-то кто? Да там грязи из-под ногтей, и то лучше относиться будут. Ну, ребят, что тут скажешь? Как бы спорить с такими людьми бесполезно, да и не стоит даже. Единственный совет, и даже не совет, а рекомендации. Слушайте, ну, смотри что-нибудь помимо первого канала, и ищите альтернативные источники получения информации о том, что происходит в мире. А не только те, которые проплачены этой самой родиной. А заодно посмотрите вот этот видос про 10 плюсов жизни в Испании. Но это для того, чтобы лучше понять о том, как в развитых странах государство защищает своих граждан. И что защита прав и свобод – это не просто красивые слова во время патриотического воспитания молодежи. Ну и, конечно, нужно понимать, что эмиграция – это не только все розовое и красивое. Не думайте, что тут всюду радуга и бабочки какают мэмдэймсинками. Вначале, и, кстати, это вначале может длиться годами, ко всем вашим ранее известным проблемам добавляются еще и новые. Такие, о которых вы даже и не подозревали. Такие, что вообще не думали, что такие проблемы в теории существуют. А это и незнание языка, и разница в менталитете, и ритм жизни, и совсем другие приоритеты и ценности. Это другая страна, это другой мир, и вы здесь чужой. Ну и как следствие, вы начинаете адаптироваться. Человек – уже такое создание, которое всегда может адаптироваться и привыкнуть. Ну, в общем, фраза «что нас не убивает, делает нас сильнее» – это вообще ни разу не просто такой прикольненький словесный оборотик. Это реальность. И приезжать сюда надо, ну, не то чтобы вот задницу нараспашку, но с готовностью вникать и принимать местные правила и устои. Перекладывать их на свою повседневную жизнь. Да и вообще просто тупо принимать все, что есть, как должно. И вот вы начинаете саморазвиваться, учиться, узнавать кучу нового, привыкать к новым условиям. Ну, и это фактически следующий уровень развития. Вы вот этим своим шагом, ну, переездом взяли и вытащили себя из рутины повседневных повторяющихся действий на родине. Ну, как вот у робота. И в корне изменили вообще весь вектор своего существования. И спустя какое-то время этот другой мир станет для вас, ну, не таким уж и другим. И вы начнете в русскую речь вставлять иностранные словечки, там, не знаю, здороваться с незнакомыми людьми в магазине, там, бояться бросить окурок на землю. И да, кстати, это не значит, что проблемы куда-то резко хоп и испарятся. Ну, какие-то, конечно, исчезнут. Другие, новенькие, появятся. Этакий, знаете, круговорот проблем в природе. Ну, да ладно, с мотивацией тут все понятно, хотим и все тут. И не самым слабым фактором в принятии решения окажется семья, друзья, ну, там, мама, папа, родственники. И иммиграция – это, конечно, ну, такой сильный, весомый удар по корням. Но, пожалуйста, не путайте это с разрывом отношений. Да, сейчас, конечно, времена тяжелые, и вот сообщение между странами, оно своеобразное. В общем, ну, если проще говоря, полная задница с этим. Но Европа – это же всего пара часов на самолете. Там, или там, денек на поезде, несколько дней на машине, месяц пешком. Чего-то я увлекся. Ну, так вот, в обычное время, в нормальное. Здесь с этим проблем нет. И было бы желание, вы всегда можете добраться, кому хотите и когда хотите. Ну, и, кстати, стараниями дядьки Стива Джобса уже у всех, не побоюсь этого слова, у всех, давно есть смартфоны и до кучи высокоскоростного интернета. Поэтому общаться, ну, слушайте, ну, можно просто до посинения. Многие говорят, вот как вы так сорвались и уехали, а домой не тянет? А ностальгия? Там же, как бы, родина твоя. Ну, вот, смотрите, а ностальгия почему? По детству в деревне, по играм с друзьями во дворе, по тому, как мы аккумуляторы ломали и свинец из него выплавляли. Но это же воспоминания не о месте, а о времени, о промежутке жизни. И, как бы, вернувшись домой, я ведь не верну это время. А что касается родины, это очень сильное и такое прям весомое слово, но по факту оно означает лишь место, где ты родился. Но если уж брать это слово как чещество возвышенное и неосязаемое, то для меня родина – это то место, где у меня дом и где моя семья. То место, где мне хорошо и комфортно. А не то место, которое стоит у меня в свидетельстве о рождении. Ну, да, соглашусь, в Россию порой тянет. Но только не в страну, а к родителям и к родственникам, которые остались там. Кстати, многие боятся, что их дети потеряют связь со своими корнями, с бабушками, с дедушками, что дети забудут свой родной язык, так как они очень быстро и фактически моментально интегрируются в новые условия. И благодаря вот этой гиперинтеграции и постоянному общению в школе на иностранном языке со своими сверстниками в какой-то момент они просто начинают. Ну, не то, чтобы забывать родной язык, но для них общаться на иностранном становится проще. Они на нем думать начинают. То есть они, когда разговаривают с вами, они переводят с испанского на русский для того, чтобы что-то сказать, а не наоборот. Ну и как результат, бабушки не понимают внуков, а внуки не понимают бабушек. И все, ярдык. Это вообще нереально и остро выражается в тех семьях, которые, ну, смешанные браки. То есть там, где один русский, другой иностранец. И там, конечно, да, ребят, там полная шляпа. То есть беда. Но такая же опасность подстерегают и чисто русские семьи. Но в Испании есть русскоговорящая и русскоязычная школа, где там раз или два раза в неделю ребенок может учиться писать, читать. То есть делает все то, чтобы не забыть русский язык. И вот за этой темой, на самом деле, нужно сильно и четко следить. И не доводить ситуацию до состояния, когда, ну, что-то менять уже будет просто поздно. И ребенок начнет говорить на родном языке так. Ну, не знаю, как. Как моя, твоя, ну, щи, да, потому что и хочу, и вот я. И оно. Ну, ну, как-то так. И звучит, на самом деле, это прикольно, весело, со стороны очень даже забавно. И можно похихикать. Но вот когда смотришь в глаза родителям этого ребенка, они вот так их глазки вниз отводят. И ручки в стороны разводят. А все, время ушло. Ну, и вывод тут простой. Безусловно, вначале может быть очень тяжело. Безусловно, интеграция может затянуться во времени и быть очень и очень проблемной. Но на выходе у вас всегда есть два пути. Остаться и двигаться дальше. Добиваться новых вершин или жить совсем, ну, как минимум, совсем по-другому. И на другом уровне. В общем, жить так, как вы и хотели, и планировали. И, собственно, так, к чему вы стремились. Ну, или вернуться назад. Такое тоже бывает. Так что, как минимум, перед эмиграцией не стоит сжигать себе мосты. Но даже при таком раскладе отнеситесь к этому не как вот к просранным годам жизни на чужебине. А как к какому-то приключению или курсам языковым. Или повышению квалификации. Как к новым знаниям или впечатлениям. К новому опыту. Или, как сейчас очень модно говорить, к новому кейсу. И да, кстати, друзьям и знакомым вы сможете с чистой совестью сказать. Да был я в этой загнивающей Европе. Все там гумно. Вот вообще все. Вот просто от и до все говно. И море там соленое. И солнце там жаркое. И вода там пресная. Короче, дичь. Как там люди выживают, не ясно. Не то, что у нас в нашем родном муравейнике. Ведь потом, спустя много лет, в далекой старости, мы будем вспоминать именно этот опыт. А не то, как сидели перед телевизором и смотрели шестой сезон Игры Престолов. Ну а вы были на канале Испания наизнанку. Если вам понравился видос, не забывайте ткнуть в лайк. Ну и до новых встреч. Пока.